ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бату сразу вошел в средней дистанции. Без разведки, я скажу так, начал жесткую атаку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а Гага Дрога решил перекрыться. Немножко сейчас поработать вторым номером. Молодец Бату, в принципе, делает свое дело. Опасный удар коленом прошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо единственное помнить прекрасный Бату. Я в этом прекрасно помню, о том, что у Дрога очень жесткий удар. Причем по любому уровню он бьет и ногами, и руками. Жестко пробивает Бату. Да. Как удары руками, так и ногами. Молодец, молодец. Я не ожидал такого... Работает, конечно, в полном. Такого начала, но это даже жесткое начало. Гага Дрога уже потрясен. Да, фактически разбивает его в первом рунде. Несколькими, да, жесткими боковыми ударами Бату. Молодец, Бату, молодец. Хорошо. Нельзя расслабляться, нельзя расслабляться. Жесткий удар по печени прошел. Вот еще один удар. Совет, отполненный, Сергей, сейчас Бату все делает правильнее. Я думаю, что тактически вот ни в коем случае нельзя, нельзя, нельзя давать возможности Гага Дрога атаковать, разорвать, разорвать дистанцию. Ни в коем случае, только средняя дистанция. Опа, есть, есть. Молодец, молодец. Жесткий удар. Вот это да. Достаточно жесткий удар. Посмотрим, сможете ли как от Рога восстановиться. 8, встал. А Бату отодвигает, осудил, мол, ну-ка, 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 сейчас дорабатывать будем. А здесь вмешательство... Сильное жесткое рассечение. Да. Получил Бату. Нельзя, нельзя отпускать, ни в коем случае нельзя отпускать. Молодец. Молодец, дорабатывай, дорабатывай, молодец, хорошо. Нужно добить, нужно добить. 24. Есть, есть. По-моему, это нокаут. Это тоже нокаут, уже Гага Дрога не поднимется. Жесткий, красивый нокаутирующий удар. Молодец. Поздравляю, Бату. Вот это да, Бату сделала вот все, чтобы на соперника наброситься практически вот с самых первых секунд. Сергей, насколько ждали вот именно такого развития? Очень тяжелый нокаут. То, что я сейчас вижу, это потрясленный Гага Дрога. Ну, Бату, молодец. Дело в том, что он получил жесткое рассечение. Если бы он отпустил как Гага Дрога, то, возможно, пришлось бы непросто. В дальнейшем, почему? Потому что врач мог даже снять такое рассечение. По сути, упустил свой шанс. Молодец. Добил. Красивый поединок. Еще раз поздравляю. Вот, Сергей, по вашей практике, по вашему опыту, когда вот так вот набрасываются, если тебя контратаковали, главное не дать на себя обратно сесть, самому продолжать прессовать, ни в коем случае не следовать, то, что Бату сделала. Дело в том, что столько вариантов, да, столько поединков, и некоторые боксеры, наоборот, показывают вид, что они в потрясенном состоянии, ловят на контратаке, либо ударом навстречу. И, кто знает, может быть, Гага Драга хотел воспользоваться именно таким случаем. С другой стороны... Бату молодец. Я скажу, что этот поединок очень мне понравился. Он сразу же выбрал удобную для себя дистанцию. Это средняя дистанция. Не дал Гага Драга развить свои атаки. Прижал. Ну и вы дальше все сами видели. Прижал, не дал выйти Гага Драга из угла. Добивал жесткими лоу-киками, ударами по корпусу. Ну, так же, боковые удары развивал. Ну, и добился красивого, яркого, эффектного нокаута. Вот и все. Молодец. Здесь, в общем, Сергей Виленчин добавить нечего. Пока есть время у вас, спрошу. А каковы планы ближайшие? Ближайший план – это 2 декабря. Япония, Гран-при. Топ-16, Глория Сириас. С кем? На кого? Где будут присутствовать в этом Гран-при. Самые известные бойцы бывшего К1. Это и Сэми Шилдет, и Сэммерман, и Коган Саки, и Даниэль Гита. Ну, всех перечислять. Звезды, звезды бывшего К1, в котором мне появилась возможность принять участие. И я не отказался, потому что это очень хороший турнир, на котором есть возможность себя проявить. После чего в Новый год я планирую выступать в Дриме, по правилам ММА. В новогоднем турнире, возможно, буду драться за пояс чемпиона мира. Вот, Сергей, соперник уже известен, пока мы с вами наблюдаем замедленные повторы. Нет, пока соперник, нет, ни в К1, ни на Новый год соперник пока не известен. Но однозначно эти поединки будут. К Даниэль Гита есть еще счет-то? Помнится? Да, на Даниэль Гита, я помню этот поединок, это был жесткий, даже поединок, где у меня был надрыв задней кересообразной связки. Сейчас нога уже заросла. Я готов к матчу-реваншу, с удовольствием приму реванш. Сергей, не тяжело, не тяжело, вот если себя в том числе немножко распылять и К1, и ММА? Ну, дело в том, что я не распыляю себя, я занимаюсь, мой стиль это ММА. Но К1 это способствует, так сказать, я это делаю для того, чтобы это все мне способствовало моему опыту.